здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа актуальная тема я владимир банчиков сегодня гости нашей студии депутат народного хурала республики бурятия председатель федерации бокса республики и наверное один из самых главных меценатов бурятского спорта валерий пупущий даже фоли пупущий добрый день я специально так оговорился я знаю что вы главный меценат бурятского спорта но тем не менее вдруг кто-нибудь услышит скажет а я тоже там участвует по крайней мере ну чтобы не обидели совсем уж люди валерий пупущий у меня первый к вам вопрос такой достаточно неожиданный для вас наверное будет да вы знаете что такое симуляторы спорта вот эти компьютерные которые могут заменить там и баскетбол футбол и наш с вами любимый бокс как вы к этому относитесь и как нам детей в первую очередь детей подростка все-таки оторвать от этих самых симуляторов и привести в реальный спорт на ринг на площадку на поле футбольное есть какой-то рецепт у вас лично но рецепт как такового нет но есть стремление желанием у меня вот я чем в общем-то занимаюсь почти всю жизнь до занимаюсь я пытаюсь вырастить спортсменов мирового уровня чтобы они боксировали боролись чем угодно занимались чтобы они были примером сегодня нет примера для молодежи нет примера для подражания нет примера здорового образа жизни сегодня например кто имеет крутой телефон там крутой комп там все что-то чего-то вот как-то привить где-то я пытаюсь таким образом выросли спортсменов привести к школу где-то еще другое место показать вот ребята вот и человек который добился я почему это говорю потому что я бываю на кавказе скажем дагестане захожу спортивные залы от спортивный зал с утра до вечера занят детьми взрослыми одна бригада отзанималась вторая стоит на очередь зашла зашла вот наши спортивный залом и строить спортивный зал и слава богу последнее время стали строить но она строго после школы вечернее время выходные не работаем но тренер ищет спортсменов найти не может все занимаются другим вот киберспортом чем угодно занимается это конечно веление времени наверное но я вот что такое спорт я считаю что это здоровье человека а здоровье ни за что не купишь ни за какие деньги не купишь есть некоторые школах я их знаю в городе все знают наверное где нет вообще физкультурного зала и нет урок физкультуры эти дети не то чтобы подтянуться они даже провисеть несколько секунд не могут на на турнике на турнике не могут провисеть а мы говорим здоровые нации а как это какая здоровая нация может вот поэтому я считаю что вот те которые я занимаюсь и другие люди занимаются вот этому мы пытаемся чтобы все-таки росла здоровая нация но здоровых людей здоровые дети родятся смотрите я сталкивался с такой ситуации да когда я не буду называть школу возле школы построили стадион там спортивную площадку все в городе но директор школы директор школы запрещает посторонним то есть не учащимся школы заходить и играть на это хотя она свободно там нет ни урок физкультуры ничего но просто запрещает вот это для школы как вы считаете как вот с этим надо бороться мне кажется на каком-то там чуть ли не законодательным уровнем в конце концов потому что со своей стороны может быть и права да это ну для школы построили как бы огорожено все там калитка замок все дела ключ там кого физрука у сторожа но тем не менее она 90 процентов времени но не 90 ладно бог с ним 50 процентов временно просто простая а желающие там позаниматься спортом да поиграть там чем чем-то они вынуждены вот искать какие-то другие площадки скажем ко мне тоже обращаются я знаю масса таких примеров но я тоже разговаривал директорами школ но у них там тоже своя правда у них своя правда у них нет людей которые бы контролируют что они бросят там все разломают там ну есть оправдание но все равно их надо убеждать любом случае находить кто-то ответственно должен быть старший который пришел договариваться директором школы что в это время это неправильно но все равно надо искать подходы выходы да да и решать на это не только к директору школы это конечно обращено и тем людям которые обращаются как-то найти объяснить ситуации чтобы быть понятно чтобы и школе было интересно да ну конечно не спокойно что ничего там не разломает как правильно сказали валерий пугуч у нас в нашем боксе да вообще в нашем спорте сложилась достаточно уникальная ситуация связана с нашим с вами любимым боксом в том плане что президент федерации международной федерации любительского бокса наш соотечественник у марк кремлев мы участвуем во всех соревнованиях чемпионатах мира и европы под своим флагом со своим гимном и мы и белорусы как вы считаете вот эта уникальная ситуация может передаться на другие виды спорта потому что все остальные федерации ну мы с вами знаем да нас пока пока отстранили от всех международных соревнований и только бокс у нас вот связано примере заразительно говоря остальные федерации стали обращаться тоже стали показывать пальцем вот же федерацию бокса может а почему мы не можем и поэтому сегодня уже начали федерацию бокса вернее международную федерацию бокс уже гнобить том числе и конечно марна зарыча кремлева это все делается через мог у нас уже самом начало согласовано было что вот этот чемпионат мира который вчера начался деле он будет отборочный олимпиада ну потом бах заявил что чемпионат этот мир и не будет отборочным а то согласование которое было это приняли ну не не компетентные люди которые там не те люди которые должны были решать и вот теперь это будет обыкновенный ну рядовой чемпионат мира без отбора на лицензии без отбора на олимпийские игры а лицензии будут отбираться на европейских африканских азиатских играх потому что европейские олимпийские игры азиатские олимпийские игры африканские азиатские олимпийские вот там будут отбираться и потом будет мировой моделль который там тоже будет отбираться лицензии кто из наших реально из ваших воспитанников я это говорю абсолютно серьезно потому что столько сколько вы вложили в них но даже не все тренеры вкладывают будут будут принимать участие в чемпионате мира и какие у вас ожидания от этого чемпионата мира и мне странно что вы не там кстати чемпионат день приезда 13 число боксировать начинает 15 авто 15 числа не там пока регистрация пока заребьевка вот эти все процедуры которые организационные 15 начинают боксировать я 16 летаю нас боксирует две девушки люди воронцово 57 килограммов за россию и наташа шадрина за сербию вот две девушки нас боксирует я всегда ожидаю от воронцовы но если не первое место то минимум призер минимум призер человек готовы мотивированные готовы заниматься сутками и не выходить из зала настроены такой такой человек от шадрины всегда жду медали любого достоинства европейского мирового олимпийского но она вот всегда останавливается в шаге всегда вот у него четверть финал третий бой она пролетает но дважды на кишалу и психология конечно и вот так дважды на боксер на чемпионате мере и дважды встречалась чемпионка мира у нее сразу видим срабатывает то чемпионка мира ну что чемпионка мира вот два раунда проигрывает 3 выигрывает два раза на так боксировал два раунда про это эти выигрывает ну почему ты не могла боксировать как ну вот но это психологии конечно среди мужиков кто-то из наших ваших воспитанников поедет гушку что-то фига я в первую очередь гуша гуша поедет за грузию понять что не поедет голанов за сергию это будет ташкенте нас чемпионат мира а один отдельно отдельно будет ташкенте чемпионат мира и там тоже россии будут участвовать на сборной россии 51 килограмм участвует василий егоров парень из якутии да он давно боксирует известны вот они силе горов считают что самым сильным конкурентом нашего бояра батлаева но тем не менее он не попал не резерве но если вдруг с василием что-то случится значит вот так вот ну еще словно в чем отбор на олимпиаду в том что европейские игры состоятся в кракове нам даже наш точно не пустил визу нам дадут я думаю что наша наша допускается а его а страна до связи но по крайней мере те кто выступает за допустим ту же грузию до сезон даже ночи этом не должно быть там сомнения нет но у нас еще может вы в курсе что в декабре за венгурю перешла сталь вирус бороться поэтому мы надеемся что олимпийских игр увидим сталь виру вот она два года про я хотел спросить что у вас же еще есть кроме практически два года не боролась она вот сейчас начала заново но тяжело конечно входит но уже в загребе в апреле будут чемпионат европы но я с тренером каждый раз на связи он говорит с максима лонов он говорит дай бог медаль потому что ну сложность два года не бороться у него с травмой было сильные будем готовиться к миру который будет отборочный будут будут подопишки тоже к олимпиаде тоже к олимпиаде а что касается ира лагуновой а лагуновой ну у нее шансы есть конечно но молодежь тоже в россии подрастает вот как и в боксе как вот единоборство молодежь подрастает поджимают кто сейчас наиболее конкурентные нашим боксером и борцам я имею ввиду в россии ну понятно дагестан да тут как бы не вопрос вообще кавказ дагестан чечня там северная осетия в других регионах где наиболее развиваются вот этим развиваются вот эти виды спорт единоборства и с чем это связывать ну чтобы воспитать спортсмена высокого уровня скажем уровня огромное вложение это это во первых нужен конечно сам боксер у него была мотивация серьезная мотивация они просто так на вторых ролях так походить зарплату получать везде все дано что в железной мотивации было участвовать на олимпиаде и на мире второе дожди ждать да и побеждать сила воли обязательно характер второе хороший тренер и третье конечно финансирование на одном государственном финансировании сложно выросли спортсмены такого уровня кто может ханта мансийск немало ненецкий вот те регионы якутия которые на богатые на краснодарский край те те регионы которые имеют возможности есть люди которые заинтересованы спортсмены хотят чтобы их регион прославляли их народность прославляли вот те могут вот например сегодня должна была поехать кристина ткачева наша но она проверяла спарринговый бой диана пятак антоматистка представляет хорошая девушка молодая высокая ну такой ровный бой и так взяли молодая растет ничего не сделаешь ну конечно потому что не кристину уже достаточно 99 года на все равно она я думаю что она может на россии побороться она может даже выиграть и так но в этот момент готова была лучше кто сейчас здесь занимается у нас боксерами на вот на я не ведусь тренеров на серьезном профессиональном хорошем уровне проблема огромная проблема не только нашим а всего всего всей страны тренерах во-первых зарплата маленькая была все ушли даже в охранники у них так 2 3 местах работы получает намного больше зарплаты ответственности никакой не нужно с протянуть руку и бегать поехать на соревнования там чего-то хотя мы сегодня уже решаем эти закрываем вопрос тем не менее сегодня отец сыном бадмаева и банкеев ботомунко и конечно даже шарадокшанов алексей сенатрусов ну практически но все за старая горда это все то что у нас есть остальные конечно на подхвате сложно сложно поэтому сегодня мы принимаем решение вот например девочек отправляем к списка там немножко чтобы занимались потому что тоже там есть хорошие тренера которого спитали в другую высокогорье олимпийцев воспитали чемпионов мира воспитали них другой взгляд поэтому просим договариваемся они уезжают вот сегодня две девочки там боксируют тренируется мы стараемся таким образом я думал связи с введением международных санкций дав в том числе против нашего спорта я думаю что все деньги которые были предназначены там для сборной команды для участия в чемпионатах мира европы там везде где угодно они пойдут внутрь страны этого не происходит не оно происходит но дело в том что код эти деньги в силу это не достаточно все равно не достать потому что нужно у нас же как это бюджетные деньги бюджеты деньги можно платить только там где у нас есть план программа кроме этой программы мы не можем никуда платить а какие-то грантовые там минспорта россии какие-то грантовые программы ничего такого не предусматриваютDu Kohli英 об этом они идут на на федерацию, на человека, а так, чтобы подготовить спортсмена, такого нет. Поэтому вот сегодня нужны люди, неравнодушные люди, которые берут их, совершенствуют. Вот те страны, которые мы отдаем, конечно, спасибо им, но они дают только флагши. Фактически, да. Больше финансирования нет. То есть вы, несмотря на то, что человек уступает за сборную другой страны, скажем так, вы все равно его финансируете. Наша страна не может, потому что он представляет другую страну. Опять же бюджет не может финансировать его. Сам он лично не может обычно, боксеры у нас не такие уж богатые люди. Страна та, которая взяла, они говорят, вы сначала выиграете что-нибудь, Европу, мир, мы тогда посмотрим, договоримся. А пока не выигрываете, флаг, и вперед. И гражданство. Да, пока вид на жительство, потом, когда выиграете, что-то гражданство. Вас не обвиняют в том, что вы здесь готовите, пусть и даже за свои собственные средства, да, спортсменов высочайшего, я бы сказал, мирового уровня, а потом они уезжают наступать за другую страну. Это в связи с последними событиями, все понимают. Я понимаю. Но люди наверняка вам такие вопросы задают, что вы им отвечаете, Валерий Куланович. Я пытаюсь объяснить, потому что я сам лично не могу никого отправить. Нужно, во-первых, согласие Российской Федерации, чтобы Россия дала, Федерация бокса России дала согласие, Федерация бокса той страны и Международной Федерации, потому что спортивные гражданства менять надо. Поэтому вот эти три, когда согласовано будет, но наша, конечно, Федерация категорически против. Возможно, они с какой стороны правы, потому что считают, что в такое время нельзя разбегаться. Нужно, мол, всем нам надо быть вместе. Но я пытаюсь объяснить, что, например, девушки, они все молодые, они могут замуж выйти, родить могут. И все, спортивный век закончился. И то, что он, потенциал, который был, он может… Не реализован. Не реализован. Вот я, например, Соша из Гавайи, она хотела после Токийской Олимпиады, получив медаль закончить. Но так как медаль не получила, сказал, нет, я замуж выходить не буду. Я, конечно, очень хочу семью, хочу детей, но мне нужна медаль. Она девяносто третьего года, ей тридцать лет. Ей уже пора. Ну да. Да. Но будет до 24-го года ждать. Поэтому Люду Воронцову тоже, он говорит, ну, вы что, о чем вы говорите, у меня пока медаль я не завоюю, Олимпиады я не буду. Ну, это Люда совершенно другой человек, и мне трудно… Фанатик в хорошем смысле, естественно. Я могу только Оршуш и Кушташвили свести их в одну кучу. Вот три человека, которые вообще у них кроме Олимпиады ничего не видят. И в завершении нашей программы, в нашей беседе, какие перспективы развития спорта нашего, не будем брать в Россию, это, ладно, там отдельный разговор, а именно у нашего бурятского спорта, с чем вы это связываете? Есть у нас будущее у нашего спорта? Наверняка есть, только смотря какое. Вот. Есть ли на подходе перспективные боксеры, молодые, юные, девушки, парни, борцы, шахматисты? Я знаю, что вы в этом деле тоже, в этом виде спорта принимаете самое активное участие. Вот как, на ваш взгляд, здесь дело обстоит? Или в первую очередь нужно вырастить достойных тренеров? Вот. А тренеров начинать надо с низов. Только когда будут тренеры, когда будет у него зарплата, которую он считает, что достойно, он может прокормить семью, он же постоянно будет уезжать, чтобы семья могла спокойно жить на эти деньги. Вот оттуда начинают с тренеров. Мы об этом много говорим, мы говорим с ректором нашего института, университета и у себя говорим, что надо решать с тренеров. Залы, они есть, они и без залов у нас были спортсмены, вообще залов полным-полно. Но, когда начнутся, будут тренеры, будут спортсмены и будет спорт развиваться. А техническое оснащение у наших залов, я имею в виду это приспособление, груши, ринги, перчатки, лапы, это все есть? Вот на среднем уровне, я не скажу, что прям все есть. На среднем уровне есть. И мы пытаемся сегодня уже все укомплектовать, все залы по крайней минимальными, мешками, лапами, снарядами, печатками. То есть это все? Вот это все. Ну, тренеров нет. Спасибо большое, Валерий Пробович, за беседу. Всегда приятно с вами общаться. Хочется пожелать вам в первую очередь здоровья и того, чтобы вы продолжали вот это благороднейшее дело по воспитанию, как вы правильно сказали, в первую очередь чемпионов, на которых потом будут равняться следующие поколения наших детей и подростков. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостем программы «Актуальная тема» на АТВ был депутат Народного хурала Республики Бурятия и председатель Федерации бокса Республики Валерий Пробович Доржиев. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Занимайтесь спортом.